Здравствуйте, друзья! Вы на канале Садовая Терапия, и с вами я, Ирина. Сегодня хочу поделиться с вами, ну вот как обстоят дела в моём саду, и рассказать, какие розы всё-таки я буду удалять из сада. Розы, которые не пережили эту зиму, несмотря ни на что, ни на реанимацию, ни на какие мои действия, которые я предпринимала, они всё-таки не пережили. Одна из них, к сожалению, вот сегодня такое немножко грустное видео, действительно грустное, очень жалко терять такие красивые сорта, но вот одна из роз, например, принцесса Сакура. Ну вот всё, буду выкапывать, откапывать, там уже, как говорится, ловить нечего. Бестолку проливать, бестолку что-либо тут реанимировать. Я её выкопаю, на её место высажу другую розу. Здесь немножко позитива, там вот клематис президент и клематис тайга. Вот тайга пошёл. Один уже облиственный хороший, а второй вот всё-таки, видите, реанимировала, он пошёл. Он пошёл. Что ещё я хочу вам показать? Хочу вам показать несколько розочек, которые однозначно я буду удалять из сада. Посмотрите, какие-то уже стоят хорошенькие, но вот это вот, кстати, от возвратных заморозков было. От возвратных заморозков. Вот, ну вот какие-то розы, видите, какие стоят уже у нас шрам, посмотрите, какие-то. А какие-то, вот сейчас вам покажу. Сейчас покажу. В кашпу у меня две розы Ванесса Балл. Одна вроде бы вот пошла, реанимировалась. Вот пошли у неё. А вторая вот еле-еле, я не знаю, вот. Ну, вроде бы тоже пошла, но очень-очень слабенько. Буду ждать ещё, конечно, проливать. Ну, по крайней мере, такие розы есть смысл ещё проливать и работать с ними. А вот сейчас вам покажу в другой части сада ещё другие розы. Посмотрите, как я в Велину пошла. Хорошо, вы видите, как некоторые розы хорошо. Посмотрите, гуэрнси как хорошо пошли. Посмотрите, как они пошли хорошо. Видите, вот это действительно. Здесь вот немножко тормозят. Карамель антик, видите. Но ничего, всё равно тоже пошли. Что у меня здесь ещё? Здесь вот, видите, тоже облиственные розочки. А здесь тоже кое-что уже пошло. Вместе с тюльпанчиками. Вот они у меня, видите, растут. Вот здесь капри роза, посмотрите, как пошла капри. Здесь бьен-веню и биг-перпл. Вот они пошли. Там маленькая розочка недавно высаженная. Розен холм. Ну, она такая плетистая. Вот сюда, поэтому её... Так, здесь у меня тоже, вон, посмотрите, какие красивые тюльпанчики. И вон там тюльпанчик какой, посмотрите. Вот здесь вот розочки, которые вроде бы, вроде бы пошли. Вот это вот Мария Терезия, такая прям хорошенькая. Вон, видите, какая она вся облиственная. И тут ещё рядом Артемис. Тоже посмотрите, какой облиственный. Тоже хорошо пошёл. Здесь вот тоже розочки хорошо пошли у меня. Так, кто это у меня? Кахала, по-моему, тут у меня. Да, вот это, кахала несколько саженцев. Вот сравните. Вот кахала. И вот только-только еле-еле. И то вот уже проливала, реанимировала. Это Ванесса была. Вот посмотрите. Видите, как они, к сожалению, здесь хорошо подмёрзла тоже розочка Pacific Blue. Совсем прям она такая подмёрзшая. Ну, пока не трогаю её. Будет очень жаль, если не пойдёт. Но пока вот буду дальше продолжать реанимировать. Здесь у меня Оливия Роуз. Посмотрите, как пошла Августа Луиза. Посмотрите. Августочка. Посмотрите, какая вся облиственная уже. Ну и вот здесь как раз один из саженцев тайга. Видите, какой вот он уже. Посмотрите. Тайга и президент. Тайга и президент. Вот они оба уже отличные. Тоже плохо развивается Чарльз Дарвин. Ну, по крайней мере, хотя бы вот уже пошёл в рост. И Леди Уфшалот тоже пошла в рост. Ну вот, посмотрите. Видите, все розы по-разному. Стартуют по-разному. Развиваются абсолютно всё по-разному. А здесь у меня ещё Романтик-Антик. Тоже она прям еле-еле. Но пошла. Вроде бы пошла. Вот. Видите, вроде бы пошла. Лондон-Ай пошла. Здесь плохо развивается. Но тоже пошёл Сурир де Хавр. Вот видите, как получается у нас. Там Мияби. Ждала-ждала. Ну вот, вроде, листочки выпустила. Ну вот, сейчас смотрите. Видите, как... Какая разница, да? Какая разница между розами? Те, которые совсем подмёрзли, вот они вот такие. Голенькие. А те, которые нормально вышли из зимы, корневая запустилась, вот они вот такие вот сейчас. Видите, вот они вот такие сейчас. А шрам вот никогда не подводит. Боско Бель тоже. Здесь Кейт Остинка Кейт. Здесь Лавсонг. Вот это Лавсонг. Несколько саженцев тоже. Здесь у меня японочки. Ну вот какие-то пошли японочки. А вот та, видите, принцесса Сакура. В том году она так хорошо цвела. У неё такой цвет красивый, с такими переливами. Ну, очень жаль, конечно. Очень жаль. Ну, что поделать. Я уже заказала розы в Никитском саду. На вот весну, вот сейчас они скоро придут, в апреле. Они будут в горшках, уже подрощенные, хорошие саженцы. Буду заменять. Буду заменять именно те сорта, которые у меня плохо пошли. А плохо пошли, я вам сейчас перечислю. Вот Ванесса была, одна плохо пошла. Вот пропала принцесса Сакура. Дальше. Роял Даль. Констанция. Две Миранды. Янг Люсидас. Коралл Желе пропала. Две Мазингрейс пропали. Ну, вот так вот. Какие-то ещё, да. Я вам перечисляла, что-то ещё у меня с трудом, с трудом выходит. Ну, всё это буду вот там где-то 7-8, около 10 даже саженцев. Это очень печально, но я их буду заменять. И уже даже смысла нет. Ну, вот Ванессу был я ещё оставлю, конечно. Там вот вроде пошли почечки. Я проливала сульфатом магния, проливала. Ну, вот видите, вот пролила сульфатом магния, ну, вроде бы что-то там зашевелилось. Тут тоже же проливала. Но смысла не было. Смысла не было ни реанимировать, ничего. Уже всё. Ну, вот я пришла к выводу, что те саженцы, которые изначально приходят к нам слабенькими, которые мы потом носимся с ними, реанимируем их, всё там чем-то проливаем, пытаемся выходить, у них уже слабая иммунная система, иммунитет у них уже изначально на генетическом уровне подкошен. И они, конечно, с трудом идут, и у них большой риск непережить зиму. Вот, к сожалению, такие розы у меня тоже есть. Из 500 роз, из 500, которые вот есть в моём саду. Вот 10-12, может быть, да, там около 10, но может быть чуть больше, вот, не переживших эту зиму. Но они все, эти саженцы, я вспоминаю. Вспоминаю, из каких я их питомников брала, вспоминаю. Там какие-то пришли из подворья, я всё с ними претензиями писала, что слабые саженцы. Какие-то пришли из мой сад, Ростов-на-Дону. Многие саженцы из мой сад не пережили в прошлом году, и многие и в этом году. Слабенькие, хиленькие, какие-то вообще не пережили, а какие-то вот до сих пор и анимирую. Но, в общем, я делаю выводы, конечно, с какими питомниками мне стоит связываться, с какими нет. Вот сейчас попробовала в Никитском саду заказать. И, кстати, вот всё-таки, как хорошо вышли из зимы розы, которые я брала у мамы розы. Вот, ни одна роза, ни пропавшая. Они приходят маленькие, слабенькие, с одним тонюсеньким побегом. Получаешь их и думаешь, господи, что с неё будет с этой розой. А будет, будет ещё как. Потому что они потом растут, цветут, всё лето радуют, хорошо перезимовывают и наращивают. Силу наращивают, всё наращивают. Вот давайте сейчас пройдём в другую часть сада. Здесь мы в горшечном садике. И я вам покажу ещё розочки без утайки. Вот как оно есть, как оно есть. Всё показываю. Бывают у каждого, да, вот такие вот неприятности. Ну, что поделать, что поделать. Это жизнь, как говорят, такой вот естественный отбор. Надо, значит, знать, у кого брать хороший посадочный материал, чтобы это были хорошие и крепкие саженцы с хорошей иммунной системой, которые мы вот уже, вот мы видим, вот они стартанули. Ведь они в одинаковых условиях все растут. Одинаково их проливали, обрабатывали. Всё, всё абсолютно одинаково, понимаете. Но какие-то вот слабенькие, причём я проанализировала и повторюсь, они изначально уже пришли слабые. А какие-то, которые изначально пришли крепенькие, хорошие такие, вот они результат свой показывают. Показывают свой результат. Ну, хорошо, давайте пройдём и посмотрим, что там у меня в другой части сада. У нас очень сильные ветра, очень сильные ветра. Вот сейчас вот пробежим быстренько. И покажу вам. Вот из мой сад Масора. Ну, посмотрите, ну, без слёз не взглянешь. Я её реанимировала, вот она пошла. Но всё равно, вон, без слёз, как говорят, не взглянешь, да, на это. Из мой сад очень много саженцев пропало. Очень плохого качества оказались, к сожалению. Какие-то, конечно, пошли, а какие-то вот, ну, прям совсем, вот, совсем. Вот здесь у меня пропавшая эмиранда, которую я тоже в мой сад брала всё уже. Вот там что-то зелёненькое есть, но это я вижу, что это всё. Я, конечно, пока не выкапываю, но, как говорится. Так, здесь у меня, вот она, Руэлдаль, которая вроде бы стволики зелёные, но чем только уже не проливала. Уже и вот сейчас я её оставила в покое, всё. Но, скорее всего, я её буду убирать. Буду убирать. Так, что у меня здесь? Давайте смотреть. Покажу вам. Покажу вам Голд Эльзи, которая тоже, вот один стволик, всё, я его обрежу. Вот этот, он там ещё зелёненький, но я вижу, что он уже не пойдёт. Убираю, убираю Голд Эльзи. И здесь оторвало уже, там росла Янг Люсидас из Гаршинки, ну вот тоже. Причём изначально пришёл саженец слабый, и я писала им претензию, что что за саженцы такие пришли, но переругалась с ними. В общем, в итоге ничего не добилась. Вот саженцы из Мамороза. В прошлом году это был один тонюсенький стволик. Ну вот, посмотрите. Разница есть? Тоже казалось бы, да? Так. Там вот есть розочки, которые на реанимации, но они пошли. Они всё равно пошли. Вон, видите? Малюсенькие он. Всё равно пошли. Кинг Спрайт. Розочка. Здесь Кока-Лока. Вот раз, два. И вот та третья. Немножечко я её прикрыла реанимировать. Но она так всё равно уже почечки дала, но прикрыла. Вон, посмотрите. Видите? Если саженец хороший, он сразу пойдёт, и всё с ним будет хорошо. Ну, я, конечно, не хочу себя тоже как бы на кого-то перекладывать вину, никого не хочу обвинять. Что-то, может быть, мои какие-то действия были неправильными. То есть я это тоже допускаю, конечно. Ну, просто, вот знаете, как-то интересно. Значит, я за всеми розами абсолютно одинаково ухаживаю. Вот они все, вот да, вот абсолютно одинаково. Все получили обрезку, подкормку, все получили обработку уже несколько раз. Вот, понимаете? Ну, то есть всё равно очень многое зависит от иммунитета розы. Очень многое зависит. Вот они тоже розы из Мама Роза. Вот Мама Роза. В один тонюсенький стволик были. Видите? В один тонюсенький стволик. Посмотрите, какие огромные тюльпаны дарвиновые. Посмотрите. Посмотрите, огроменные просто. Вот. Красивые. Вот, значит, здесь розочка из мой сад. Два года реанимировала, но так она и не перезимовала. Всё. Я её выкопаю, посажу из Никитский сад в другую Констанцию. А здесь рядом этот высадила. Гераньку высадила. Там была Миранда, не пошла. Вот розы, которые слабенькие были, я реанимировала. Но у них, видите, вот у некоторых пошли. Но это я знаю из каких питомников. Это не те питомники, которые я вам назвала. Вон там, видите, розочки. Видите, они маленькие. Они тоже, я их проливала, чтобы реанимируют. Но они пошли. Это, кстати, тоже мама роза. Тоже мама роза. Вот, смотрите. Вот, друзья мои. Значит, я делаю вывод такой. Может быть, конечно, я что-то тоже допустила ошибки. Ну, повторюсь, я за всеми розами ухаживаю одинаково. Они все у меня получают. Питание, обработки, кормление. Все, что нужно, вовремя получают. Почему какие-то розы? Ну, пошли. Вот, из мамы роза. Вон там, вон, посмотрите. Из мамы розы. В том году это были в один стволик малюпусеньки и саженцы. Ну, пошли же, правильно? Вот, посмотрите. Пошли? Пошли. Кстати, тоже из мамы роза. Ну, вот, делаем выводы, да? То есть, какие питомники нам нужно обходить стороной. Просто стороной. Поэтому я никому не рекомендую. Вот, например, сейчас уже на данный момент мой сад из Ростова-на-Дону. Никому не порекомендую. В подворье последнее время 50 на 50 тоже, вот, понимаете, многие у меня саженцы последние годы от них. Я с ними уже и ругалась, и претензии им выставляла тоже 50 на 50. Вот, из Нью-Джерси я им доверяю. И я заказала на осень в Нью-Джерси 5 саженцев. Как раз из тех, которые у меня пропали. Роял-Даль, Миранду я заказала. Габриэль Оак новый для меня сорт будет. Что еще? Зе Эндево тоже новый для меня будет сорт Остинка. Ну, вот несколько, вот 5 сортов. На осень они придут. В Академии Рос я брала осенью. Саженцы неплохо перезимовали. Я у них взяла Квиксильвер и Кинда Блю. Но тоже на осень. То есть вот на осень 7 сортов придут. Ну, мне нравится вот такого цвета лавандового розы. Поэтому я заказала. Этих сортов больше нигде не было. Заказала в Академии Рос. Дальше, что еще? Ну, и вот Никитский сад. Не знаю, может быть, кто-то брал в Никитском. Я подписана на Инессу, на их канал. Постоянно смотрю, как они показывают свой сад. Как они выращивают. Все такие крепенькие, хорошие саженцы. Такие красавцы прям все. Ну, и решила попробовать. Придут они в горшках. В 4-х литровых горшках придут 2-х летние саженцы. И в 7-х литровых придут 3-х летние саженцы. И я буду высаживать, буду рассаживать. Вот, посмотрите, какая красота. Какая красота. Вот, друзья. Вот от Овчарова пришел в подарок Затобия. Так, посмотрите. Каждый год он радует. Тьфу-тьфу-тьфу, что называется, да? Здесь тоже были розы на реанимации. Вот, например, Травиата была на реанимации. Но в том году очухалась, и вот все нормально. Это от Полины Козловой. Там Глория Дэй тоже. Ну, все пошли, вроде бы все нормально. Здесь я еще рассадила между розами пиончики. Кое-какие пионы вот пойдут. У меня там лемон-шифон уже с бутонами. Ну, вот какие-то розы, я говорю, нужно смотреть на саженец. Вот это вот перенял-блю. Перенял-блю. Сначала он плохо пошел, потом пошел-пошел-пошел, и вот уже второй год. Нет, это третий сезон уже будет. Третий сезон уже радует. Вот сейчас покажу вам еще розочки. Поэтому, друзья, нужно смотреть на сам саженец. Какой он? Если вы начали с того, что этот хиленький саженец вы только делаете, что все лето реанимируете, не уверена, что что-то хорошее с этого получится. Потратите силы, энергию, здоровье. Потратится много всего. Вот посмотрите, как уже пошел у меня Генри Бокстас. И даже я удивилась, Соланш у меня с маленьким бутончиком. Вот, кстати, вот сейчас давайте поговорим еще раз про мой сад, который я не рекомендую брать розы. А вот пионы у нее хорошие. Хорошие корни. Она сама выращивает. У нее много разных сортов. Вот именно пионы я у нее вот сколько брала, все хорошие. Вот, понимаете? С розами прям печаль. С пионами все отлично. Понимаете? Вот Фальстав уже как пошла, посмотрите. Здесь вот Берсайни из Мишкиной розы. Вот здесь вот тоже из Мишкиной розы розочки. Вот одна только вот Нотинг Хилл. Но она вот тоже уже выпустила, видите? Пошли почечки, цветочечки, все это пошло. Сильные розы, их сразу видно, сразу видно. Понимаете? Поэтому я просто говорю, опираясь на собственный опыт. Вот как у меня было, как у меня получилось со всеми с этими сортами роз. Очень красивые сорта. И, конечно, я эти сорта обязательно буду повторять. Такие, как Роял Даль, такие, как Ян Клюсидас, такие, как Миранда, такие, как Констанция, такие, как Коралл Желе, такие, как Мезен Грейс, Поль Бакюс. Вот эти сорта, конечно, я вот их и заказала, и буду их повторять. Мне хочется иметь в саду эти сорта. Вот, посмотрите, вот с Роял Даль рядом, с Роял Даль, рядом розочка The Alnwick Rose. Вон, посмотрите, какая вся, вся облиственная. Все у нее хорошо. Растут рядом в одном кашво. Тот саженец пришел изначально слабенький, я его реанимировала. И он вроде бы и процвел, и что-то там, хотя я сильно не давала, ну, вот сортность проверила и убрала цветочек. Вот, и проливала, и реанимировала. Вот котовник тут рядом посадила, чтобы немножко тут дыру эту закрыть. Осенью буду Роял Даль подсаживать из Нью-Джерси. Получу, буду подсаживать. А вот The Alnwick, вон, посмотрите, уже и побежки вот пошли новенькие, вон, базальные. Вы видите, вот она вот хорошая была изначально пришла, и вот она вот идет. Очень-очень многое зависит от изначально того саженца, того качества саженца, который мы получили. Какой у него иммунитет, какого качества он к нам приходит. Некоторые, ты хоть убейся около нее, около этой розы, хоть чем-то ее проливай, хоть самыми там модными, современными и самыми проверенными средствами. Но толку не будет, толку не будет. Вот, а некоторые, они идут, они сами идут, их даже проливать не надо. Они, да, они немножко могут потормозить там что-то как-то, но потом все равно, сами пойдут, и пошло-пошло-пошло-пошло, понимаете? Вот так делаем выводы. Говорю вам сегодня о своих печалях, к сожалению, садовых, потерях. Ну, что поделать, штук 10 точно я выкопаю, удалю и высажу на их место новые. Надеюсь, это будут хорошего качества, хорошие саженцы. Друзья, такие вот на сегодня новости. На сегодня мой сад, печмельба, вон, посмотрите, вот тоже, посмотрите, печмельба, саженец. Пошел, хорошо, пошел. Вот еще одна дедолбик, розочка, которая у меня вон туда, вон, посмотрите, пошла, куда она пошла. Так, здесь вот я приготовила, буду подвязывать тоже розочки. Вон, посмотрите, вот это, розочки Дездемона и жена поэта. А вот, посмотрите, Камтесса, Камтесса, посмотрите. Рядом с Камтессой шруп-ширлетт, вот шруп-ширлетт пошел. Вот здесь саженцы Черри Брэнди. Они тоже были на реанимации. Ну, может быть, один раз пролила, не помню уже, один или два раза чего-то пролила. Ну, вон они, посмотрите. А те проливаешь, и толку нет, понимаете. Вот так вот. Вот. Здесь Транквилити. Транквилити. Когда-то получала из питомника, не помню, в Москве тоже питомник, в общем. А, Рус Роза, из Рус Розы. Вот у меня обе Транквилити из Рус Розы. И Тесос и Дербервиль тоже. Вот все они пошли. Все пошли. Вот видите, здесь вот уже клематисы идут. Хорошо уже так они вот набирают. Видите? Набирают бутоны. Все будет с ними хорошо, я надеюсь. Вот так вот. Видите? Вот. Из Розы Смол у меня выжили только две розы. Это красная шапочка. Вот в одном Кашпо, во втором Кашпо две красные шапочки. В том году еще пропали. Пришли тоже слабенькие. А эти как раз вот из всех саженцев, только вот красная шапочка были более-менее такого хорошего качества, саженцы. Остальные были слабенькие. И реанимировала, реанимировала. Ну и что? Ну и все. Вот так вот, друзья. Здесь тоже, видите, вот все хорошо. Вот посмотрите. Роза, если идет, она идет. И не надо ее даже все само естественным образом идет в рост. И все в свое время. Те розы тоже ждала, ждала, ждала. Но я, конечно, их пока не буду выкапывать. Но я уже вижу, что толку не будет. Ну не будет толку, понимаете? Ну вот, к сожалению, так. Поэтому, друзья, мы должны думать, сколько уже денег закопано в сад. Вот, да, сколько всего. Хочется красоты. Хочется, чтобы все цвело и радовало. Заказываем ради того, чтобы получить какие-то новые сорта хорошие, красивые. Ну, к сожалению, не всегда получается все так, как нам хочется. Так, ну вот здесь вроде бы пошли. Чикаго Пис тоже на реанимации были. Причем, ну, может, один раз я их пролила и все. Вот сами пошли. Если у розы сильная, корневая, все с прививкой, там все хорошо, все нормально, иммунитет хороший, они сами пойдут. Просто чуть-чуть помочь, конечно, что-то. Там сульфатом магния проливала, HB-101 обрабатывала. Немножечко помочь. Вот. И все. И роза уже сама идет, 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 и все хорошо. Вот так, друзья. Вот так хотела поделиться с вами сегодня такими своими размышлениями и про питомники, и про качество саженцев, которые мы получаем, что они потом реанимируешь и реанимируешь, и так, как говорится, так они и не перезимовывают, к сожалению. И жалко растения, понимаете? Вот душа за них болит. Жалко растения. Вот очень. Мне очень жалко эти розы. Даже не потому, что там я вот денег потратила. Даже дело не в деньгах. А в том, что ведь все живое. Ну, вот все. Вот все живое. Все, что вокруг нас живое. Ну, к сожалению, так вот. Может быть, какие-то я допускала ошибки. Но я повторюсь. Все со всеми розами делаю одинаково. Одинаково проливаю, одинаково обрабатываю, одинаково за всем ухаживаю. То, что изначально пришло хорошее, хорошего качества, оно вот показывает себя. А то, что изначально пришло хиленькое, слабенькое, и приходилось это реанимировать и тратить силы, нервы, здоровье, время, препараты, ну, и оно все равно не даст результат. Такие вот мои размышления. Ну, все, друзья. Всего вам доброго. Хороших вам посадочных, посадочного материала, хороших вам роз. Качественных, качественных, хороших. Пусть вас ваши розы радуют и другие растения радуют. Красивого вам пышного цветения. И до новых встреч.